А мне потом сообщают, как вообще подготовиться. Я тогда ваш кандидат запишу, передам режиссеру Минска. Значит, меня зовут Александр, мне 23 года. По образованию по социальности я Юрий. Прошу прощения, номер наш какой? 149. Какой ваш социальный проект? Социальный проект у меня был связан с Патронатом. Что касается, я хотела бы в Минске организовать возможность... Что мне зачем? Две, раз, в софт. Две, раз, в софт. Мы слышим вас. Служба организовать для детей-сирот, возможность пребывания на выходные у семей, которые могут что-то дать. Никуда не отъезжает. Да, именно показывая достопримечательности города Минска, увеселительные заведения города Минска. Все, что вы видите, решили. Дай здесь просто коротенько. Законодательный у нас никак не закреплено, поэтому хотелось бы немножко развиваться. И мне, конечно, не поделалось. Раскрывать тему или расправить? Рассказывайте. Скажите, например, что эти две дети... Ну, я не подарю сказку, если семье, например, он в районной семье, и он начинает привыкать, и мы, возможно, тоже отдыхать даем его в детский дом. Нет, не бросить, потому что больше это предусмотрено для детей уже более взрослого возраста, школьного. Маленьких детей нельзя взять на выходные, за ними нужен определенный уход, и человек без подготовки этого сделать не может. А взрослые дети, как правило, от 7 лет, их никто уже не берет в семьи, и это единственная возможность для них... Это подружить семью, да? Да, узнать, что такое изнутри семья. Можно стать другом семьи, и по принципу того... Это более как наставничество, это можно поделиться каким-либо опытом. Ну, это не семья в традиционном смысле слова, это просто возможность чему-то научить, наверное. Это может быть даже не обязательно полноценная семья, а, к примеру, если это молодой человек... Да, это просто... Да, сама по себе... Мы с подругами готовы сегодня взять какую-нибудь хорошую девчонку... Либо группу детей, да, и куда-то что-то показать, что-то сделать. Ну, ну, это не плохая идея. Спасибо большое. Меня зовут Воробей Светлана, номер 167. Прослушайте, напоминайте нам... Я работаю менеджером по продаже в компании, занимающейся изготовлением женской одежды. Также работаю в Центре творчества детей и молодежи. Преподаю изобразительное искусство, боди-арт, пизаж. Вовлекаюсь боди-артом, фотографией. А специальный проект что? Ну, специальный проект я бы хотела предложить сделать бесплатный диагностический центр для молодых женщин. Потому что, ну, как бы, будущее нации – это здоровая нация, а здоровая нация без здоровья женщин – это как бы невозможно. Все диагностические центры все платные? Практически, да, все платные. Проводить семинары какие-то, потому что бывают, особенно молодые девушки нуждаются в помощи. Прямо это так глобально. Вы знаете, что... А, проект, ну, это там с боди-артом уже. Звезды и боди-артом как-нибудь создать. Да, потому что вы опять плакаете. Второй раз уже с вами разговорим об одном и том же. Это плохо. Но время у нас быстро бежит. Оставайтесь, пожалуйста, к третьему. Презентация вам не нужна? У меня есть просто как бы в конкурсе педагогового участка, есть презентация. Вы уже откуда-то это все взяли и чувствуете. Понятно, это какие-то такие большие глобальные вещи. Места их немножко другого. Делитесь сейчас. Моя специальность, я менеджер. Думаешь, какого? 101. 101. Самилия? Зиньевич. Еще раз. Зиньевич. Мой специальный проект связан с Асанаевым Цель. Он направлен на молодых девушек-подростков, которые нуждаются в помощи. Я бы хотела создать центр доверия и поддержки. Мне кажется, зачастую, ну даже я, очень юная, сталкиваются с проблемами, которые, ну, которых не могут помочь ни родители, ни подруги. Нужен какой-то независимый человек-эксперт, который бы мог помочь разобраться в твоей или иной проблеме. И основными врачами этого цели должны быть гинекологи и сексопатологи. Потому что, мне кажется, в настоящее время тема секса, она настолько популярна и доступна, открыта. И мне кажется, это настолько актуально и будет достаточно восклицанно. А вы с эстеграфом не понесите? К сожалению, не понесите. А пастов вы получили? Нет, еще не получила. Но я получу. Держи сейчас. Афтография опять. Что мы вам хотим сказать? Как и в прошлый раз, ни о чем. Что-то, ну, никто не хочет конкретизировать. Вы не держитесь так, как работа. Ну, вы, наверное, остаетесь на купальнике, да? До 9-ти, да? Да, думаю, что, да. И от себя на сих пор найдете, а он решит уже все окрестить. Все хорошо, привет. Купальнице. Все было хорошо. Добрый вечер, уважаемые жюри. Я рада приветствовать вас в этом зале. Мой номер 97. Анна Гружевская, выпускница БГУ, выпускница Национальной школы красоты 2009. Ныне экономист Белорусской Национальной академии наук научно-практического центра по продовольствию. Сегодня вашему вниманию я хочу представить свой социальный проект. Только подскажите, пожалуйста, где можно поставить ноутбук, чтобы продемонстрировать мою презентацию. Только рассказать. Только рассказать. А можно я на каешке стола? Потому что... Можно. Сюда, да? Обязательно микрофон добавить, да? Да. Потому что это иду из-за. Итак, тело человека создано для движения. В движении человек прекрасен. Если бы мы жили много веков назад, то нам приходилось бы много двигаться, чтобы добывать пищу, строить себе жилье, изготавливать одежду и так далее. Это требует максимальных физических усилий. Но в наше время, чтобы одеть и прокормить себя, не требуется больших затрат, но, тем не менее, по-прежнему нужны физические упражнения. Итак, в зимний период времени у нас есть прекрасная возможность получать заряд бодрости и нужную порцию адреналина в белорусских горнолыжных курортах Логойске и Селичах. Но что же делать летом, да? Где в Беларуси можно отлично провести выходной с хорошей компанией и зарядиться самыми впечатляющими и захватывающими эмоциями. Итак, вашему вниманию я предлагаю проект альтернативного использования прекрасной территории наших горнолыжных курортов в летний период. Лисья Нора. Аттракцион Лисья Нора представляет собой комплекс препятствий различного уровня сложности, установленных на деревьях в лесном массиве на высоте от 2,5 до 15 метров. Участникам предлагается преодолеть около 60 препятствий, которые можно найти лишь в отдаленных экзотических турах, такие как обезьяньи мосты, движущиеся бревна тибетские мосты, сетки, клетки, качели, непальские мосты и так далее. Итак, это... Это для любителей паркура, да? Для любителей чего? Паркура. Ну, это... Конечно. Это не обычный аттракцион. Это настоящее приключение. Чтобы это понять, это нужно пройти. Итак, я рада вам продемонстрировать некоторые из препятствий, как они могут выглядеть и как здорово наши посетители с хорошими позитивными эмоциями могут их преодолевать. Итак, почему это так волнующе? Лисья Нора исследуют ваши физические силы, смелость и выносливость. В качестве тренировок разовьет вас концентрацию и силу. Это отличное испытание для настоящих завоевателей. Это лучшее место, чтобы побороть свои внутренние страхи и научиться быть сильным, шагать вперед. Готовы ли вы к новым вызовам, новым испытаниям? Так, все видим, все просматриваем. Итак, Лисья Нора. Это незабываемый отдых для детей. Вспомните себя в детстве. Сколько удовольствия и радости доставляло вам лазанье по заборам, деревьям и всевозможным зарослям на летних каникулах у бабушки либо на даче. Это настоящее приключение для вашего ребенка. И отличный день на свежем воздухе. Отвлекитесь от городских проблем и проведите время на природе. У вас возник вопрос, насколько же это все безопасно и как это может быть полезно для вашего здоровья. Я заинтересовался, скажите, это ваш личный проект либо вы работаете в организации, которая это... Это то, что меня очень нравится. Я бы хотела, чтобы у нас в Беларуси присутствовало. Это мой личный проект. Но его еще нету? Нет, его еще нет. Разве у нас есть где-то, где-то в Беларуси? Вы не хотите...